Привет, друзья! Наверное, очень многие из вас были в Турции. И, наверное, очень многие из тех, кто были в Турции, пробовали одно из очень ярких турецких блюд – суп мерджемек. Или по-турецки мерджемек чербасы. Мы тоже очень любим этот суп, так как его готовят турки в классическом варианте. Но со временем мы его вначале готовили именно классический мерджемек чербасы, а со временем немножко его модернизировали. Я вообще мясоед и очень люблю мясо. Поэтому у нас с Ларисой в процессе нескольких лет сформировалась своя традиция приготовления супа мерджемек с мясом. Классический мерджемек чербасы готовится на зажарке, которая делается на сливочном масле. А мы будем готовить на мясном бульоне. Получается очень вкусно, для мясоедов вообще супер. Но, собственно говоря, сегодня хотим поделиться с вами этим рецептом. Сварили мы 2 литра бульона. Сварили комбинированно, взяли мяско. И бараньи ребрышки у нас были. Получился такой хороший бульончик. Варили его достаточно долго, около полутора часов. В процессе закипания, естественно, снимали пенку пока, ну, до полного ее удаления. Ну, в общем, не буду вам рассказывать, как варить мясной бульон. Наверняка все знаете. Итак, друзья. Для того, чтобы приготовить нашу интерпретацию, ну, вот, будем называть его Маджимек от Даниила и Ларисы. Или мясной Маджимек. Нашу интерпретацию этого супа нам понадобится стакан красной чечевицы, сливочное масло. Ну, не смотрите, что это такая большая головка. Это просто приготовленное масло. И оно нам понадобится потом уже для заправки супа. Луковица, картошечка и две морковки, красный перец чили, из специй мы используем только мяту, сушеную молоту, естественно, и томатный соус. Вот такие вот нехитрые ингредиенты. Суп готовится достаточно быстро. Ну, как бы, если не брать во внимание время приготовления бульона, то сам суп готовится в пределах полчаса-сорока минут. Получается очень вкусно, поэтому досмотрите это видео до конца. Честно, очень хотим поделиться этим рецептом, потому что, ну, вот таким вот образом, ну, во-первых, и рецептов в интернете нету, и, наверное, мало кто его готовит. Кстати, подобный суп готовят из красной чечевицы, но на мясном бульоне, на бараньих ребрышках в Средней Азии и в Закавказье. Но вот нам все-таки больше всего нравится классический турецкий мерджимек, поэтому наша интерпретация, друзья. Итак, начнем. В первую очередь мелко нарежем картошку. Желательно, чтобы картошка была хорошо разваристая. То есть такой сорт, который хорошо разваривается. Дело в том, что очень многие в приготовлении супа мерджимек используют блендер. Мы его готовим без блендера. Ну, в принципе, мы подсматривали, как его готовят турки. Они, естественно, тоже готовят без блендера. Ничего не перемалывают. Вот, собственно говоря, так же делаем мы. Вот такими вот мелкими кубиками порежем картошечку и отправим ее в бульон вариться на медленном огне. А в это время будем готовить остальные прожим. Порежем наш лучок. Картошку мы уже забросили в бульончик. Она варится у нас на медленном огоньке. Вот таким вот образом. Очень-очень меленько. Нарезаем. Мы будем все равно делать, ну, как бы будем делать зажарку с этим луком. На среднюю терочку, не самую крупную, но и не самую мелкую, натрем всю морковку. Картошечка у нас варилась где-то 6-7 минут. В это время мы хорошо промыли чечевицу. Промывать ее надо очень тщательно, чтобы вода, в которой мы ее промываем, стала прозрачная. И она набухла из стакана чечевицы, и уже получилась вот такая вот чашка. Она очень быстро набухает. Отправляем нашу чечевицу в суп вариться. Ух ты, я стихами заговорил. Отправляем чечевицу в суп вариться. Тем временем мы разогрели сковородочку. И будем делать зажарку. Мы используем оливковое масло. И в первую очередь в зажарку отправляем лук. Обжариваем его до золотистого цвета. Лучок обжарился. Заняло это в районе 6 минут. И теперь добавим морковочку. Еще раз все обжариваем вместе с морковочкой. Обжаривали морковку 2 минутки. И добавим томатный соус. Все хорошенько перемешаем. И обжарим соусом еще 2 минуты. Обжарили заправочку нашу. И можем ее добавить в суп. Чечевица варится уже 15 минут. Добавляем заправку. Видите, как чечевица разваривается хорошо. Уже полная кастрюля. А был всего лишь стаканчик. Хорошенько перемешиваем. И оставляем вариться на медленном огне еще 10 минут. Пока супчик варится, подготовим мяско. Если вам не лень мыть мясорубку, то мяско можно пропустить через мясорубку. Но вот нам почему-то лень. И Ларисе придется его резать. Мяско надо нарезать очень-очень мелко. Потому что суп пюре, он такой консистенции. И большие куски мяса будут в нем нелогично, наверное. Вот таким вот образом. Практически крошим наше мяско. Мелко-мелко. Прошло 10 минут, друзья. Мы подготовили все мяско. И теперь небольшой лайфхак. Если у вас картошка не разваристая, то есть она плохо разваривается, то мы берем мялку для картошки и делаем вот так. Потому что нам целые кусочки картошки в мерджимеке совсем не нужны. Теперь, друзья, можем посолить наш мерджимек. Солим по вкусу. Пропорции соли советовать невозможно. Потому что у каждого свой суп, вкус. Поэтому лучше посолить чуть меньше. Попробовать. Суп уже практически готов. Если не досолили, то лучше досолить, чем сразу пересолить. Добавим сладкую паприку красную. Ну, собственно говоря, она нужна больше для цвета, чем для вкуса. Хотя он и так у нас правильного цвета. То есть вот он такого оранжевого цвета, как и должен быть чечевичный суп. Но добавим еще немножко паприки. И добавим порезанное мяско. Мяско мы резали только говядину, баранину не ее. Ну да, да, мякоть, естественно. Мякоть говядины. Друзья, проварим наш супчик еще 10 минут и будем пробовать. Еще подожди. А, да, мяту. Забыли мяту, я прошу прощения. Добавляем сразу же приготовленную мяту. Вот так ее много, наверное, полторы чайных, полторы столовых ложки Лариса положила. Столовая ложка. Но мята, опять-таки, добавляется по вкусу. То есть она дает такую прохладу во вкусе. Ну, она дает вкус классического мерджимека. В этом супе сочетание мяты. Вот когда пишут, что в мерджимек надо ложить зиру, мне кажется, это уже будет какой-то больше азиатский суп. Ну да. Средняя Азия или Закавказья. Потому что в классическом турецком мерджимек чербасы зиры нету и в помине. Ну, мы готовим не классический, мы отошли от рецепта. Итак, друзья, через 10 минут будем пробовать. Друзья, мерджимек готов. Теперь надо его заправить. Заправляем следующим образом. Кусочек сливочного масла в горячий супчик. Выдавим лимончика. И турецкого перца. Ну, это по желанию. Это я люблю очень острое. Вот таким вот образом. Сейчас попробуем. Ну что, дорогие друзья, попробуем мерджимек чербасы. Модернизированный. Отлично. Особенно очень классно, что мы использовали бараньи ребрышки. Кстати, Лариса их забрала со стола. А их очень вкусненько погрызть еще. Суп потрясающий. Просто потрясающий. Вот он по вкусу точно как турецкий мерджимек, только мясной. Попробуйте. Реально очень вкусно. Вкус ничем не отличается, но суп мясной. Ну, в общем, я доволен очень этим рецептом. И с удовольствием его рекомендую вам, дорогие друзья. Надеюсь, что он будет для вас полезен. Ну, собственно говоря, если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы отвечаем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok